здравствуйте друзья мы с вами движемся по хайвею номер 280 он живописный и я подумал что может быть вам будет интересно посмотреть значит хайвеев которые идут вдоль кремниевой долины 2 вот этот по которому сейчас едем и 101 по которым мы ездим обычно в аэропорт сан-франциско 101 индустриальный хайвей там со всех сторон предприятия там какая-то полоса отчуждения и в общем там незрелищно скажем так а здесь он такой немножко извилистый и не совсем прямой 280 он немножко вверх вниз тоже присутствует такой элемент вот но он очень живописный красивый здесь практически никогда нет пробок ну то есть пробка на 280 я даже не знаю что должно случиться света так машет рукой типа я там не то говорю но пробка тут и пробка на сто первом это две большие разницы вот то есть на сто первого на гарантированного определенное время здесь так здесь на гарантированном определенное время ну хорошо у нас менее разошлись вот я может быть более такой радужный человек вот вы видите что здесь происходит сейчас у нас по времени все не первое до сегодня 1 июня друзья 1 июня вот кое-где там где полива нет там уже вся травка желтая вот я кстати вот сейчас вы видите тоже вот справа например давите кустики зеленые кустики зеленые вот слева тоже сейчас открылась потому что кустики землю воду берут из-под оттуда из-под поверхности корнями а травка вот у нее корней глубоких нет она желтенькая вот когда дожди идут травка тоже зелененькая и вот сейчас вообще вот весь какой прям подтверждение моим словам я не знал что мы попадем на такой участок сейчас желтый значит травкой но надо сказать что все равно красиво вот как бы сказать глаз радует вот и это 200 80 хайвей если так немножко дальше проехать там будет компания apple по правую руку очень красивые такие у нее здания наверно вы все видели их на картинках это будет через там 10 минут по правую руку а здесь вот довольно дорогие места мы проезжаем это потому что справа вот это холмах так называемых хиллс да вот там было балал то хилл салтас хиллс и вот там такие дворцы я не знаю насколько вам видно но это очень 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 симпатичные дорогие такие домики не каждому по карману нет не каждому вот даже не хочется туда ходить на open house снимать для вас видео потому что всем нам жить в общем и нельзя себя тревожить так сильно вот такая дорога и небо в облачках хорошеньким и вот все такое вот делать каждый день так люди едут я помню часто поэтому хайвей ездил на работу зависит от того где работаешь и вот я ездил по нему на работу и у меня почти каждый день вот было такое ощущение мама родная по америке едем света у тебя было такое конечно правда красота да какая красота да какая сынок да и красота да какая в лесу да блинайка горки давно мы как бы не то что быстро мы 60 миль сегодня вот она 280 дорога она пришла пускать в этот мир благодаря развитию кремниевой долины раньше ее не было собственно раньше и 101 хайвей не было был была только вот улице лкамина рил на которой стоит наша школа и которая как бы была вместо всех этих хайвеев такая дорога буквально от сиэтла на севере и до сан-диего на юге вот это вот лкамина рил и шла собственно и сейчас так идет периодически сливаясь там с хайвеями разные иногда сама по себе идет это хорошо заметно в районе лос-анджело вот смотрите там на холмах такая комьюнити модерна но не суть там на самом деле рядом с ней там еще какие то есть там это место относительно новой застройки этого что это у них адрес будет по купертина правда купертина очень интересное место тоже там практически самые лучшие там по рейтингам самые лучшие школы калифорнии находится в купертина хотя я не думаю что там какие-то там лос-анджело с кем там уступают сильно но тем не менее вот по официальным рейтингам вот это все тут мы каждый раз когда едем может 25 лет живем и каждый раз да сердце так выскакивает мне это чем-то напоминает знаешь что свет когда мы жили в москве и на красную площадь вот ведешь и чертю знает чего так а вот как по булыжничку нашел там пошел чесать и что-то такое прямо тоже вот разбирает и спина выпрямляется и вот как-то вот их вот сейчас такое чувство здесь у нас такого плана а теперь горы видите открылись там впереди это предгорья можно сказать андов кардильер но если так по-честному хотя конечно так вроде думаешь горы и горы она потому и долина хоть и кремниевая что с двух сторон горы ведь вот с левой с левой руки вот вот эти которые там впереди с правой стороны не высокие но достаточно такие хорошо обозначенные горы которые отделяют нас от океана и вот чешем мы с вами по кремниевой долине по 280 хайвею и даже вот не хоть как едем или там учимся а вот хочется сказать чешем хорошего цвета чешем тебе нравится нет не она головой мотает не не знаю ну не знаю в общем шпарим вот шпарим хорошо шпарим шпарим тут меня замечание кто-то сделал что надо говорить не программное обеспечение а программное обеспечение и я хочу сказать что я с программным обеспечением имею дело так скажем с конца 60-х там начало 70-х годов то есть скажем лет 40 поэтому я хочу сказать что в наше время если кто-нибудь сказал обеспечение просто все выражали как я не знаю что это что-то в языке меняется явно а правда ты знаешь хоть одного человека который бы сказал обеспечение сейчас так говорят да да вот так и отстал и отстал и обеспечение его его систему социального что обеспечение что-либо ты скажешь сейчас обеспечить систему социального обеспечения чтобы я так вот так и работает ну так конечно если бы она обеспечивала так она только господи друзья мы приехали к той точке хайвея номер 280 в которой мы покинем его вот эта улица дианза вар значит это то место где мы покидаем счастливо 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 счастливо